Ой, а что случилось? Глава Минтруда и Соцзащиты заявил о возникшей напряженности на рынке трудоустройства в России, которая, по словам Катякова, постепенно начинает расти. В смысле напряженность теперь уже и центры занятости фиксируют рост безработицы. Пока цифра не критична. По Катякову в период с марта по июнь на бирже зарегистрировались около 700 тысяч россиян. Ну, во-первых, это пока. Во-вторых, данных по первому летнему месяцу еще нет, а мы знаем, что с конца мая в силу вступили первые пакеты санкций. Кроме того, многие иностранные компании объявили о своем окончательном уходе из РФ, как, например, Икея. Она изначально-то взяла тайм-аут, отпустив сотрудников в вынужденные, но оплачиваемые отпуска. В данный момент уже есть конкретика, мебельный гигант с нами прощается. Четыре завода, которыми они владеют, будут проданы с магазинами. Ну, а что с магазинами, дурочка Симоньян в свое время же сказала? Какие у них там планы на икеевские магазины? Послушайте, а чего мы не национализируем просто эту Икею? Все эти склады, все эти магазины, там работают наши люди, они сейчас останутся без работы. С какой стати? Это наша земля, мы их сюда пустили. Они ведут себя по-свински, они нарушают все приемлемые нормы. Мы опять будем думать, что нам надо закон для этого принимать, еще чего-то? Белорусские фабрики скопируют всю продукцию, которую делает Икея, на счет раз. Кнопочку нажали и все. Что мы сейчас там будем рядить, судить, согласовывать с теми, с этими? Получать отзыв правительства? А здесь администрация президента, а здесь эти депутаты за, а здесь эти депутаты против. Мы не в тех обстоятельствах находимся, чтобы позволить себе роскошь вот такого отношения к этим вопросам. А это, друзья, совсем не смешно. Я специально эту вставку сделал, видеоцитата, так оно правильно называется. Так вот, я ее сюда воткнул. Не для того, чтобы мы все дружно поржали, просто как наглядную демонстрацию. Это их подход к решению вопросов в нынешних реалиях отобрать, цап-царапать. Они, правда, это более красивым словом называют национализировать, но мы-то с вами понимаем, все это пустые слова, потому что будет, как у Шарикова. Да что тут предлагать? А то пишут, пишут, Конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить. Все-таки эпоха Шариковых бессмертна, особенно для скреп-державы. Это реальная журналистика. Чем дальше, тем стабильнее темы сегодняшнего выпуска. Да не расстраивайтесь вы. Поехали. Вообще, если отбросить шутки в сторону, ну понятно же, да, что подобные заявления, я по-прежнему о Симоньян говорю, рассчитаны на идиотов. Простите за слово, рассчитаны. Пустоголовые Шариковы, думающие и разговаривающие лозунгами, скорее всего, опять станут аплодировать, мол, как мы их снова к ногтю. А вот для нормальных и умных людей, особенно для иностранцев, ведущих бизнес в России или для собственников СП, это очень нехороший сигнал. Людям дали понять, закон здесь больше не живет. Отныне в России все решается по понятиям. Не захочешь встраиваться в действующую парадигму, делая вид, что тебя все устраивает, нахлобучим и отожмем. А если не будут брать, отключим газ. Впрочем, отберут, отожмут в любом случае, это всего лишь вопрос времени, а значит, в обозримом будущем мы с вами увидим, как вслед за Икеей нашу страну с концами начнут покидать и другие бренды, которые уже все поняли. До сегодняшнего дня многие ведь болтались между небом и землей, как та же Икея, да, заявляли о своем уходе, но затем занимали выжидательную позицию в надежде, что кошмар, начавшийся в феврале, все равно закончится каким-то здравомыслием, не случилось. Кто-то из предпринимателей просто не хотел покидать Россию с голым задом или с узелком, оставляя здесь, по сути, даря непонятно кому, энное количество уже завезенных товаров на миллионы, оборудование, технологии, а они тоже денег стоят. Тут и дали понять, повторюсь, ребята, что упало, то пропало. Вы-то проваливаете на все четыре стороны, но вот это все, то, что было вашим, это наш хабар, теперь в дословном переводе с блатного языка награбленное. Нужно тогда, как вот и предложил представитель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов достаточно. Никакого производства здесь нет необходимости допускать. Мы найдем легальные решения этих вопросов. Но это не точно. И вот теперь самый интересный вопрос, а кто ж после этого с нами работать захочет? Часто слышу от ура-патриотов и от пропагандистов, ой, да куда они денутся, вернутся, увидели. Вы это серьезно вообще? Да и как вернуться-то? Поставьте себя на место того иностранного бизнесмена. У человека все отобрали. Просто потому, что он собирался увезти свой бизнес из России. И свой, повторюсь, взяли и отобрали этот бизнес вместе с активами, с товарами, с деньгами по беспределу. Сказав, чеши отсюда! Вы на самом деле думаете, что такой человек захочет вернуться на огоню к гопарям? Зачем? Чтобы его снова ограбили? Здрасте, я с первого раза что-то не понял. Может вы меня еще разок опрокинете? Только подождите, я на пару-тройку миллионов долларов товаров завезу, ага, и счета в ваших банках открою. То же самое автомобилестроение. Они здесь собираются, эти автомобили? Пусть собираются дальше. Это нарушает их патент? Да плевали мы на их патент. Бис. Дай-ка это ему еще пару раз. Для ума. Автомобилестроение. Они здесь собираются, эти автомобили? Пусть собираются дальше. Это нарушает их патент? Да плевали мы на их патент. Пусть их хуйня, а? Кстати, даже если кто-то придумает, как работать с Россией, не заходя в Россию, а тоже не получается. Почему? Да потому что нет гарантии, а стало быть нет и доверия. Ну еще пример, пожалуйста, завтра. Какой-нибудь голландский фермер поставил нашему семена чего-нибудь. У нас же нет и семян своих, в том числе. А наш ОПА и не рассчитался по итогу. И даже не потому, что он вор-жулик. Просто какой-нибудь закон через Госдуму протащат. Мол, работать с такими-то странами нельзя. И деньги им перечислять тоже нельзя. Все, приплыли. Нужны голландцам такие риски. Да они и без нашего фермера прекрасно проживут. То есть мы сейчас для всего мира дикарей, вроде талибов в Афганистане, признаны террористической организацией, запрещены в какой-то России, с которыми никто дело иметь не хочет. В стране нищета и голод. Несмотря на низкую температуру, многие афганцы ютятся в палатках. На этих кадрах жители Кабула толпятся в очереди за бесплатным хлебом. Дорога каждая крошка. Мы умоляем талибов помочь нам, потому что мы бедны и бессильны. Думаю, другие страны должны протянуть нам руку помощи. Больше 9 миллионов афганцев в прошлом году получили помощь от продовольственной программы ООН. Потребность в ней растет с каждым днем. Если в прошлом году на помощь стране в организации просили миллиард долларов, то в этом году сумма возросла почти в пять раз. Казахстан в декабре прошлого года отправил в Афганистан 155 тонн продовольствия и медикаментов. Спустя шесть месяцев после захвата власти талибами, Афганистан висит на волоске. Для афганцев повседневная жизнь превратилась в ледяной ад. Как жить-то, блядь? Как жить-то, блядь? Кстати, вот недаром видеофрагмент именно казахских новостей в данном случае использовал, потому что мы и с казахами тоже расплевались. Все случилось во время показушного якобы международного форума в Санкт-Ленинграде. Отношения между нашими странами уже заметно ухудшились. И я уверен, будут ухудшаться дальше. У нас же кругом враги. Как так нашего царя обыдели? Не забудем, не простим, какие моноя приведет последствиям, расскажу, впрочем, уже не я, мой коллега. Евгений Анисимов в своем новом проекте подробности, там он все разложит по полочкам, тем более рассказать ему есть, что человек долгое время жил в Казахстане. Сейчас уже можно уверенно сказать, что между Россией и Казахстаном началась полномасштабная война. Пока что война это только экономическая, но в той же самой Украине все начиналось абсолютно идентично. Правда, есть еще одно существенное отличие. Если все переговоры, экономический, политический шантаж продолжались на Украине более десятилетия, то здесь в случае с Казахстаном все произошло очень стремительно. За несколько дней. Здравствуйте, это новый совместный проект студии Зеркало Ньюс и канала Реальная журналистика в студии Евгений Анисимов. Итак, поехали. Я всячески одобряю. Хотел бы быть как он. Программа подробностей будет выходить на нашем канале, вы правильно поняли, на нашем канале. Пока по субботам в 11.00, премьера состоится 25 июня, впрочем, время выхода может корректироваться. Пишите в комментариях, когда вам было бы удобнее смотреть. Будем подстраиваться. Так о чем я, ах, ну да, возникшие напряженности на рынке труда в России. Ну вот и представьте себе, недалекое будущее. Теперь-то все уже очевидно. Что ваши вчерашние работодатели точно уйдут. Повторюсь, с концами уйдут. Наше правительство сделало для оного все. Ну да, награбленного на какое-то время хватит, а дальше. Вот через год лично ты где работать будешь? Что продавать, если в торговле, например? В бюджетнике, надеешься, податься кое-как сейчас. Аж 35 миллионов человек. Так бюджетников первыми в шею погонят. Кто их нахрен содержать будет, когда экономика медным тазом накрывается? Вон, иди спроси у этих патриотов, может, чего посоветуют. В смысле, у Андреевых, у Симоньян, у Красовского. Кстати, у патриотов-то, в отличие от тебя, все хорошо. Вот такая бумажка пару недель назад в сеть попала. Полюбопытствуйте. Премии ребятишкам на ВГТРК выписывали ко Дню России за верность профессии и родине. Соловьев и Киселев по 2 миллиона рублей. Попова, ну та, что про квартиру Навального сюжет снимала, лям. Скобеева, лям. Ситтель, лям. Я уже много раз говорил, они вас не обманывают, когда поют, что при Владимире Путине стало лучше жить. Им действительно жить стало лучше. Пример только что привел. А вот для вас, депутаты, в канун того же праздника другой закон приняли, который фактически разрешает президенту замораживать деньги на счетах граждан и даже изымать их. Как думаете, зачем это понадобилось? Ладно, переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на наш канал, проверяйте подписку. Ютуб подписывает людей без их ведома. В соцсетях тоже ждув. Друзья добавляйте, с темы предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok